всем огромный привет мои любимые девочки добро пожаловать на мой канал кто еще со мной не знаком меня зовут Ольга сегодня у нас видео вы знаете давно я не снимала таких разговорных видео вот сидя так стационарно в комнате даже если честно немного волнительно все больше шоппинг-влоги последнее время шоппинг-влоги но сегодня я к вам вышла с такой темой хочу ответить на один комментарий который меня не огорчил конечно нет не задел естественно что я не хочу здесь перед вами оправдываться я просто хочу ответить но у меня немножечко где-то да это расстроило этот комментарий но только по одной простой причине что человек допускает такие мысли потому что я я такой человек у меня аудитория вы вас у меня не так много вы набирались достаточно долго за три года нас больше 10 тысяч и да я понимаю что я наверное такой знаете своеобразный такой не совсем блогер на в том формате в котором вы привыкли наверное видеть других блогеров на ютубе то есть блогерство это не моя работа я с этого практически ничего не имею давайте будем честными я зарабатываю другим своей профессии а это у меня хобби такой знаете добровольное хобби которое где-то делают для себя наверно больше ну и чтобы получить какие-то естественно положительные эмоции отдачу и общем это такое как сказать творческий проект и и конечно люди на меня подписываются честно сказать не так охотно например там если с кем-то сравнивать хотя сравнивать не нужно сравнивать нужно с самим собой но просто потому что действительно я не стандартный такой наверное человек и поэтому я хочу сказать что нету таких массовых подписок если человек подписался то наверное он как бы ассоциирует где-то меня с собой где-то наверное мы с ним похожи знаете мы как-то следуем или следим или подписываемся на людей которые чем-то на нас похожи нам кажется что на что-то объединяет да то есть это как бы кажется что наш человек да поэтому у нас у меня вас не так много но все мы мои близкие и единомышленники я в этом 99 процентов я уверена что мы зрители и подписчики они единомышленники поэтому конечно не было очень достаточно обидно что человек так мыслит смотря меня и я вот хочу вам зачитать этот комментарий и потом наверное я все-таки вам отвечу заранее хочу сказать что конечно некоторые наверное вы с вами вы можете быть со мной не согласны или возможно вам кажется по-другому чем мы с вами будем дискутировать но это нормально все мы разные и вежливо если вы вежливо как-то высказываете свое мнение в комментариях свою точку зрения это все нормально ну давайте почитаем непосредственно сам комментарий я не вывожу его на экран потому что не хочу чтобы был виден ник человека возможно не хочет но я думаю что он узнает себя ольга смотрю вас исключительно ради брендовых сумок просто изучая хобби у меня такое в кавычках работа вы свои делаете хорошо не ленитесь тут и немножечко не поняла какую работа работа у меня работа врача специалиста а в принципе то что показываю сумки последнее время показываем мало брендовых сумок это у меня хобби канал это мой хобби работа это то чем ты зарабатываешь каналами я не зарабатываю к сожалению или к счастью конечно я не буду лукавить хотелось бы что-то зарабатывать какую-то и материальную отдачу но пока так и это меня особо знаете так не триггерит на свой возраст вы видели выглядите можно побольше дать за счет одежды сплошь собранные брендов плюс брендовых сумок все на показ интересно что для вас эти сумки такое количество их демонстрация достатка или расчет на достаток от подписчиков смотрящих тут я тоже не совсем поняла может быть комментатор имела ввиду что я хочу от вас какие-то деньги но самое главное в этом тексте что что для вас брендовые сумки что все на показ и сплошь из брендовой одежды я не собираюсь обрадоваться я просто хочу сказать я думаю что возможно человек не так долго меня смотрят возможно и вы только зашли недолго меня смотрите во первых у меня не вся одежда брендовая в основном моя одежда я вам уже говорила она состоит из такого среднего класса я люблю кос сегмент кос если среднем сегмент что-то у меня с от max mara что-то у меня есть в масс-маркете то есть брендовая одежда у меня практически нету такого тяжелого бренда и также обуви да сумки есть но их количество тоже не такое большое вообще я когда-то начинала свой канал чисто как сумочный только потому что это мое хобби я очень люблю действительно сумки и знаете у кого что кто-то коллекционирует яхты кто-то коллекционирует квартиры дома в общем у кого какие возможности кто-то машина для кого-то очень главное вот эти гаджеты для меня это все вообще не главное я люблю сумки мне нравится сумку трогать ее рассматривать я все свои сумки свою коллекцию я рассматриваю я все свои сумки ношу каждый день стараюсь носить каждый день и потому что я хочу и кому-то демонстрировать или показывать а потому что я хочу от этого получать сама удовольствие когда я беру сумку когда я кладу в нее вещи до планирую что я буду как я буду ее носить то я получаю удовольствие вот именно поэтому я против каких-то фейков и подделок очень многие пишут какая разница это же выглядит так же подделка и оригинальная сумка но вот как раз таки это какая разница если вы что-то хотите доказать другим или демонстрировать если вы хотите доставить удовольствие себе вы никогда не выберете подделку понимаете потому что вот это чувство когда ты покупаешь сумку когда ты носишь достаточно такую качественную сумку добротно но это чувство наверное вы можете меня понять я вы знаете мне вот просто немножечко не по себе от одной такой мысли что вообще есть люди которые меня смотрят которые допускают мысль что сейчас в наше время достаточно сложное время сейчас вообще в мире идут перемены идет вообще переосмысление даже те люди которые были зациклены на каких-то материальных вещах и могли себе много чего позволить я думаю даже они уже пересматривают свою философию и жизненную позицию что в наше время человек может позволить себе такую мысль что кто-то может кичиться сумкой или брендовой одеждой вы знаете вот это вот сумки и брендовая одежда это это вообще такая мелочь это это то чем легче всего кичиться или на показ ведь если бы у нас у всех были деньги например да у вас там у меня все что мы можем купить проще простого пойти в магазин и купить эту сумку для этого не надо долго учиться для этого не надо долго работать да взял ты достал ты эти деньги да даже если в принципе очень хочется можно всегда достать знаете там одолжить пойти купить эту сумку и на показ и кичиться но что это тебе даст это не даст тебе такого удовлетворения во-первых а во-вторых вы знаете вот кичиться на показ дыту принципе этим не нужно кичиться на показ но в принципе если у нас зашел этот разговор то наверное выставлять или гордиться давайте так скажем гордиться нужно умом или достоинством вот это то что ты вы знаете не купишь ум он или или есть или его нету а достоинство это тоже или врожденное или ты его сформировал работая над собой также если бы наверное я хотела ну как бы кичиться или на показ хотя вообще не допускаю такой мысли знаете даже когда я беру сумку на работу я даже не хочу чтобы меня на работе видели меня с этой сумкой я так благо у нас ты заходишь на работу ты переодеваешься и вообще никто не видит в чем ты пришел из какой ты сумкой пришел я вам вообще если честно не все показывание все сумки показывание не все свои покупки показывал но кто меня смотрит в instagram тот может быть видит что у меня есть другие некоторые сумки возможно достаточно дорогие которые я даже не делал распаковку на своем канале потому что как раз таки считаю это уже неуместным может быть вам интересно но вот может быть вы со мной не согласны да я заработаю на эту сумку я сама не я ее купила я ни у кого не просила я не просила до деньги ни у подписчиков не у не у каких-то там спонсоров да но все равно я считаю это неуместным показывать в это время вам сумки за такие деньги еще раз говорю кто подписан на инстаграме наверное мог заметить все это мелькает если вы не подписаны ну приглашаю вас подписаться у меня там мало подписчиков но просто потому что я там чаще выставляю какие-то аутфиты и вы можете видеть что-то или заметить что-то пораньше вот поэтому просто такая рекомендация но если что мы с вами не потеряемся а так по большому счету я даже не могу себе представить я вот думаю неужели остались вот такие люди которые думают что можно на показ кичиться какой-то брендовой одеждой вы знаете вот такой комментарий вот если это писал молодой молодая девушка но это наверное можно сослаться на какой-то недостаток воспитания ну а если это писала женщина в возрасте я не знаю то в принципе мне ее жалко то это уже не воспитание это уже знаете такое невежество или ограниченность ограниченность ума извините меня да если я вас чем-то обидела но по крайней мере я так считаю я не представляю себе чтобы я кому-то написала такой комментарий но у меня наверное такой мысли не будет да если даже я и подумал что у человек там кичится или или хочет казаться лучше чем он есть но вот если так говорить то я искренне считаю что вот гордиться не кичится ни в коем случае но гордиться можно образованием тем что ты специалист в той или иной области не обязательно это должно быть какое-то высшее образование или не обязательно это должен быть знаете стопяди во лбу но если ты профессионал если ты хороший мастер маникюра или мастер по укладке волос но я не знаю там строитель архитектор вы можете это принимать это достойно вы можете этим как бы гордиться и за это вас будут уважать и вы будете себя уважать гордиться можно тем что вас уважают люди и что вы уважаете людей например я горжусь что я специалист что я врач в узкой специализации понимаете это то что вот так вот нельзя по щелчку пойти купить это 12 лет работы это то что даже если кто-то захочет если это другие захотят но вряд ли кто-то это может пойти купить или приобрести да ну возможно кто то может но вы сами понимаете что это исключение да вот это действительно какое-то достижение Достижение, что ты в жизни что-то сделал. Достижение, например, что ты вырастил детей хороших, что ты хорошая мать. Это тоже достижение. Достижение, что ты не бросил своих родителей, что у тебя родители, они под контролем, что они находятся, так сказать, в хороших условиях, что ты им помогаешь материально или морально. Но это не важно, понимаете? Вот это всё, что заставляет уважать вас, прежде всего, себя, и гордиться, наверное, где-то собой. Если не гордиться, то быть довольным собой. И то, что другие люди могут акцептировать, также воспринимать вас как личность, как персону, которая действительно достойно проживает на этом белом свете. А не вот эти сумки, одежда. Вы знаете, даже прям не хочется сейчас вот это затрагивать, по второму кругу всё начинать. Я надеюсь, что вы меня поняли, потому что, вы знаете, это всё так не важно. В определённое время жизни, в определённом месте, это всё так не важно, по большому счёту. Но это да, это то, что, знаете, это какие-то плюшки, которые нам доставляют удовольствие в жизни, помогают нам переживать какие-то сложные ситуации в жизни. Ну, в общем-то, делают нас жизнь более приятной и разнообразной в конце концов. Но это не основополагающее, это не то, чем нужно гордиться. И, в принципе, здесь всё, я имею в виду, материальное, потому что у всех разные условия. У кого-то это сумки, у кого-то одежда, кто-то яхты, машины. Это, в принципе, всё объединяется. Это не достижение. Вы поняли, что я имела в виду. Я не буду заново, знаете, ещё раз по одному кругу всё это перечислять. В общем, моя позиция такая. Пишите, что вы думаете. И я, знаете, в конце этого видео я всё-таки вам хочу пожелать, я очень искренне хочу вам пожелать, чтобы в вашей жизни была возможность. Если вы хотите что-то приобрести себе материальное, то чтобы вы могли себе позволить приобрести. Или если вы хотите что-то поменять в своей жизни, или вы поставили себе какую-то цель, чтобы вы обязательно добились этой цели, чтобы если вы хотите принять какое-то решение, чтобы вы приняли это решение. Насчёт материального. Если у вас сейчас нет возможности, то это ничего не значит. Знаете, жизнь такая вот по щелчку всё может поменяться. Единственное, нужно помнить, то есть жизнь непредсказуема. Сегодня есть, а завтра нет. Сегодня нет, а завтра есть. Вот это самое главное. И вы должны единственное помнить, как мне кажется, что под лежачий камень вода не течёт. Для того, чтобы забылась какая-то ваша мечта, или вот такое мелкое какое-то материальное желание, или более глобальное желание, но надо в жизни что-то делать. Надо в конце концов начать шевелиться, начать какие-то активные действия, и тогда обязательно всё придёт, обязательно всё получится, обязательно всё сбудется. В общем, по большому счёту, надо только захотеть и что-то для этого делать, составить план и предпринимать. Поэтому давайте всё-таки на моём канале и вообще в жизни будем с вами пытаться рассуждать вообще и смотреть более шире на проблему, да, и вообще воспринимать, наверное, этот мир, ситуацию более шире, чем оно есть на самом деле, чем зацикливаться на каких-то брендовых вещах, сумках или оценивать человека, смотреть, например, его видео или вообще какого-то человека и оценивать его только. Кичится он, не кичится, какая у него брендовая сумка, какая у него одежда. Давайте смотреть более глубоко, потому что в каждом человеке, я думаю, что всё-таки можно найти что-то достойное, даже если он на первый взгляд кажется вам совершенно недостойным или человеком, который не может себе позволить купить те же брендовые вещи, сумки или что-либо, всё, что я упомянула раньше. Ну, на этом я хочу закончить свой такой рассказ, разговорное видео. Я прекрасно понимаю, что, наверное, не все меня поймут, кто-то согласится, кто-то нет. Делая такие видео, конечно, я понимаю, что нету больших просмотров на такие видео, не всем вот интересны вот эти вот мои, знаете, рассуждения, вот эти вот мои ответы на какие-то вопросы, ответы, можно сказать, хейтерам, да. Кому, конечно, больше интересен шоппинг, потому что это более такое развлекательное, я тут сижу и вещаю свои мысли. Возможно, кому-то покажется это скучным, но если я чувствую, что я хочу высказаться, значит, я высказываюсь. И вы знаете, это надо даже больше мне, то есть я никому не хочу ничего доказать своими высказами, это нужно больше мне. Вот я почувствовала, я высказалась. Надеюсь, вы меня поняли. Желаю вам хорошего продолжения вечера, впереди выходных. С вами была ваша Ольга. Всех люблю. Всем пока.